Из-за теплой погоды в Казани начали таять ледовые городки, а горку в московском районе вообще собираются демонтировать. Она представляет опасность, покрытие неустойчиво и дети могут получить травмы. Екатерина Сударева далее. Эта горка как полоса препятствий, яма на яме. Из-за переменчивой погоды горка стала разрушаться уже через несколько дней после того, как ее построили. Горка ледяная, потому и скорость, с которой дети влетают в ямы, высокая. Вечером, когда народу на елке много, на горку детей не пускали стража порядка. Вокруг опасной горки поставили специальное ограждение, но это не стало преградой ни для детей, ни для взрослых. Несмотря на запрет, желающие получить свою порцию адреналина, взбираются наверх, чтобы прокатиться с ветерком. Вскоре, чтобы было проще залезать на опасную горку, ограждение вообще убрали. Дети пускай залазят отсюда. Я сам не катаюсь. А я, видишь, оттуда только трех метров испускаюсь. Там больше ям. Я уже там катался, я там себе руки-ноги не переломал. Владик с бабушкой пришли на эту горку, потому что в округе это единственный ледовый городок. Кататься детям из близлежащих дворов больше негде. Ну, конечно, поездно, но все-таки это нашему 8 лет почти так, более-менее. А малюсенький, конечно, опасно. Не очень-то горка хорошая. Правда, рядом есть еще одна горка, стихийная, но и она небезопасна. Такие же ямы. К тому же дети скатываются со склона холма прямо на дорогу или газовой станции. Приводить в порядок неофициальную горку не будут, сообщили в администрации района. А вот ледяную сегодня демонтировали. Снег разрушенный, горки вывезут с площадки уже завтра. Екатерина Сударева, Линар Хабибуллин и Александр Решеткин. Вести. Татарстан.